До официального открытия пляжного сезона остается несколько дней. Традиционно он начинается с 1 июня и заканчивается 31 августа. Но в этом году, похоже, в Омске придется отложить отдых на берегу. Иртыш разлился как никогда широко, и вода пока отступать не собирается. Где этим летом можно будет позагорать и искупаться, и что нового от пляжного сезона ждут сибиряки в сюжете Ольги Качкуровой. В Омске наслаждаться сибирским летом обычно можно на пяти муниципальных пляжах. Но стоит помнить, пляжный отдых и водные процедуры не одно и то же. Купание в Ортыше запрещено Роспотребнадзором, вода слишком грязная. А в этом году еще и слишком высокая, пока большинство городских пляжей просто затоплены. Альтернативой могут быть платные зоны отдыха с шезлонгами, зонтиками и бассейном. 960 рублей за день или 300 рублей в час. Дороговато, но чисто. Большой бассейн у нас фильтр мешковой. Там он через каждые полтора часа меняет фильтр. Маленькие бассейны у нас через песок фильтрация идет. Там внутри в баке песок и вот постоянно идет фильтрация. Три раза в день мы снимаем тесты. Это на содержание хлора и на содержание щелочи. Соответствует ли она параметрам. Мы сдаем анализы ФСС, а потом разрешение на пользование бассейнами нам дает Роспотребнадзор. А вот новосибирцам повезло больше. Вода в Аби гораздо чище и купаться не запрещено. Официальных мест для водных процедур в Новосибирске в этом году будет пять. Это большие пляжи в черте города. По омским меркам не пляжный сезон, а сказка. Но жители Новосибирска для отдыха у воды выбирают и необорудованные места. Например, котлован в юго-западном жилмассиве. Глубокий, дно неоднородное. Плюс экологи утверждают, что есть вредные стоки водоем. Знаем, что и глубоко, и опасно, а все равно идем. Нормально. Прошел три метра, четыре туда-обратно, и скупнулся. Официальное открытие пляжного сезона в Новосибирске намечено на 6 июня. Пока же вода слишком холодная, чтобы купаться. Резкий перепад температур. Соответственно, люди не выдерживают. Чуть-чуть воды хлебнул, и все. Дальше у них начинается уже, так сказать, процесс восстановления дыхания. При этом говорить он ничего не может. Позвать на помощь он не может. В связи с этим ныряет. Чем больше, тем глубже. Больше нахлебывается воды. И незаметно для окружающих просто-напросто тонет. В Томске пляж всего один. На Семейкином острове. И купаться летом тут тоже разрешено. А в этом году городские чиновники попытались совместить для горожан оздоровительный отдых с интеллектуальным. На дороге, ведущей к пляжу, установят два стеллажа с книгами. А по выходным обещают устраивать встречи с авторами. Книги, которые будут там представлены, это дары читателей. Это не фонд библиотек. Это не библиотеки раздают свои книги всем подряд. Это книги приносят нам наши читатели, горожане. И мы их отбираем, отсматриваем на состояние, на само содержание. В Кемерове больших муниципальных пляжей всего два. И, как правило, купаться на них можно. Но конкретного решения по сезону 2017 года пока нет. Роспотребнадзор исследует пробы воды. Есть и платный пляж на озере Красное. И цена тут доступнее, чем в Омске. 100 рублей в час. Но зато за лежаки попросят доплатить отдельно. В общем, главное, чтобы капризное сибирское лето не подвело. А с местами отдыха у воды проблем быть не должно. Ольга Качкурова, Мария Черешнева, Остап Григорьенц. Новости здесь. Омск.